Сильно тревожили ее граждану? Очень, очень сильно. То есть она заручилась их поддержкой, пришла, а когда направили претензию, получилось совсем по-другому, и ее это очень шокировало. Люди изменились резко, может, чего-то испугались. Могу сказать, что она плакала, она жаловалась на нее, потому что та ей угрожала, что она ее уволит, уволит по статье, что она никуда не сможет больше устроиться на работу. И это очень больно для нее было. Плюс коллектив весь против нее обернулся, и каждый ее там клевал. Определенные проблемы на работе, постоянные конфликты. Там были изменения в графике, которые были для нее очень тяжелые. Она заставляла ее приезжать раньше на работу, где-то там к 7 или к 6. Она обратилась к нам повторно по трудовым спорам. Она звонила с работы, что она там где-то по углам прячется, психологически на нее там давят. Она плакала, она боялась. Может, вам лучше уволиться, чем терпеть это все. Ей остается там был полгода для того, чтобы... Ну, маленький срок для того, чтобы выйти на пенсию. Работа ей нравится, она ее любит. Но вся проблема вот в конкретном человеке была. В основном речь была у нас со старшей медсестрой. Она сказала, что она привлечет меня к уголовной ответственности. Там эмоции просто зашкаливали. Для нее это было очень тяжело. Каждого по очереди вызывают. Он написал эту претензию или нет. Кто-то из коллектива сказал, что эту претензию написала она. И там началось уже давление очень сильное. То она типа как предательница, что ли. И коллектив изначально был за нее. А потом коллектив стал против нее. И для нее это было очень больно. КОНЕЦ 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 Благодарю. Итак, мы напомним, что дело служится в прежнем составе суда. Итак, достаточно отнюдь. Тривом, слово, пожалуйста. В очистке логово перейти к вопросу свидетеля Устюдовой. Благодарю. Итак, мнение сторон. Нет возражений. Благодарю. Итак, с учетом мнения сторон, кто бы перейти к вопросу свидетеля Устюдовой, Анфисы Ивановой, которая видела, зала следы на заседании. Здравствуйте, проколите. Здравствуйте. Итак, вы с приглашением в качестве свидетеля суда. Судебный заседание по углу в отношении Матвичук. Ольга Владимировна, я обвиняюсь в совершении преступления. Презиспендрение в честь эфира сети 60-го оборудования Российской Федерации. Устанавливается ваша личность. Назовите вашу фамилию. И мне лучше задать имя и рождения. Устюгова, Анфисы. Зарегистрированы по городу по адресу. Отлички проживаете. Гражданство ваше. Место работы, род занятий. Являюсь генеральным директором юридической компании ОФИМИДА. ОФИМИДА, правильно? Да. Благодарю. И образование ваше. Из семейного положения еще назовите, пожалуйста. Благодарю. Судебности имеются. Итак, ваша личность устроена. Ваши права и обязанности в судебном заседании. В соответствии с 151-й Конституцией Российской Федерации. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Да, ваше честь. Все понятно. Понятны. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы по судимому Матвичу Горгу Владимировну и потерпевшего Ташмагамбекова Родика Юрсу Султановича? Ответчика не знаю. Не была с ней знакома. Подсудимая, правильно? Да, подсудимая, извините. Потерпевшего? Ташмагамбекова, да, знаю. Его супруга обращалась в юридическую компанию «Укаран», где я работала юрист-консультором. Обращалась с вопросом... Ну, подождите, в общем, обращалась. Да. Родственниками с указанными лицами в Вене являетесь? Не являетесь. Неприязненные отношения имеются? Нет. Не имеются. В таком случае предупреждаю вас, что задача заведомого показания, либо с оттаса задача показания, свидетельницует ответственность в соответствии со статей «Укаран» и «Укаран» и «Укаран» и «Укаран» 1 по... так, июнь... июнь 22-го. А где находится офис данного? Офис находил... ну, сейчас компания закрылась. А где вы работали, Даня Цитата? Проспект Мира, 53. Вы, говорите, к вам обращала Дашмагамбекова, да? Она обратилась в нашу компанию с вопросом о ДТП. Она попала в ДТП, вот, и она обратилась в компанию. И так получилось, что она попала ко мне на консультацию. Вы помните, когда она обратилась? Честно скажу, не помню. Месяц доходила. Либо в 21-м году, ну, где-то, наверное, ближе... Зимой это, скорее всего, было. Но я не помню, честно. Не могу сказать вам точные даты. А она к вам в офис обратилась, получается? Да, она обратилась в офис. То есть, так как там работает много сотрудников, к каждому назначается клиент, да, и он проводит с ним собеседование и выясняет ситуацию, что мы и делали по факту. Получается, ситуация была по поводу ДТП, в который она попала, да? В чем проблема была там? Она управляла транспортным средством, и в нее врезалась машина. Там была проблема со страховой. Ну, с таким вопросом она обращалась к нам. А какое ее было состояние? Сильно она была расстроена в данной ситуации? Да не сказать, что она была сильно расстроена. Как бы она держалась молодцом. Ну, в каком плане? То, что она безэмоциональная была, не было такого возбуждения сильного. Конечно, ситуация была неприятная, но нормальная была. Реакция нормальная была на ситуации? Да, да. А все-таки более подробно по ситуации, вы говорите, все страховые проблемы. А в чем была проблема? Ну, там страховая не хотела выплачивать ту сумму, которую они хотели. Машина была, то есть страховая выплатила одну сумму, а, естественно, ремонт обошелся гораздо дороже. Еще проблема была с виновником. Потому что ту сумму, которую они оплатили с супругом за ремонт, нужно было взыскать с виновника. Все, то есть вот такой вопрос был. А вы ей помощь оказали? Да, мы оказывали помощь в составлении документов. Документы мы составили. Она с ними ознакомливалась, подписывала и самостоятельно отправляла. А что, документы, решился вопрос страховой? Да, вопрос решился. Каким образом? В судебном порядке? Нет, в досудебном. До суда мы не обратились, потому что тут ситуация такая произошла неприятная, поэтому до суда не успели дойти. Но досудебный порядок был выполнен в полном объеме, документы были отправлены. И, насколько я помню, то есть там они к положительному решению пришли. Ну, получается, страховое денежное средство выплатило, да? Да, там вопрос решился был. Скажите, какая им приятная ситуация произошла? Что вы имеете в виду? Ну, смотрите, она обратилась к нам повторно, с повторным вопросом по трудовым спорам. Так как у нас с ней был уже договор об оказании права юридической помощи, она ко мне же и пришла. То есть она попросилась, чтобы я ее выслушала, вот, и посоветовала, ну, как можно разрешить данный вопрос, чем мы, как юридическая компания, можем помочь. Она рассказала, что у нее определенные проблемы на работе, что есть такая, ну, старшая медсестра, что постоянные конфликты, что там прохождение каких-то экзаменов, документы не подавались вовремя. Потом у нее маленький ребенок, а она ее на более позднее время, да, заставляет работать. Также заставляет приходить раньше, да, на работу. Где-то там к семи или к шести она в восемь часов отвозит ребенка в садик. То есть ей это неудобно, и все прекрасно про это знали. И данным сотрудникам были недовольны, ну, большая часть. То есть не она одна, а в коллективе были люди, которые были недовольны работой старшей медсестры. И она просила составить анонимную претензию. То есть мы как бы ей объясняли, что анонимной претензии не бывает. Либо она идет от ее имени, либо она как бы от коллектива. Но составлена изначально была претензия от ее имени. Она знакомилась с этим, мы составили претензию. То есть компания составила претензию, все было описано в претензии. Потом, когда она стала знакомиться с претензией, она попросила, она очень была напугана и расстроена тем фактом, что вот не хотела, чтобы данный документ был от ее имени, потому что начнутся какие-то психологические давления на нее, да, какие-то гонения. И этим фактом она была расстроена очень. И мы исправили. То есть данная претензия шла от коллектива. То есть коллектив такого-то травматологического отделения. И она ее самостоятельно отправляла. По факту там не указывалось ее имя, отчество, ее фамилия. Она шла от коллектива. Скажите, через какое время она обратилась к вам повторно, после первого обращения? Ну, где-то, наверное, недельки через две. В тот же период, получается? Да, да, да. Там срок небольшой был буквально. Она изначально позвонила на рабочий номер нам, попросила, чтобы я с ней связалась. И обговорила со мной этот вопрос. Попросила, можно я подойду? У меня есть еще трудовой вопрос. Как вот, ну, можно мне помочь, как его решить? Ну, пожалуйста, подходите, конечно, почему. Я подошла. Как она вам рассказывала про эту ситуацию, про то, что старшая медсестра нарушения передопускает? Вот, вы можете сравнить ее состояние при первом обращении и при втором? Отличалось оно как-то в восприятии этой проблемой? Ну, вы знаете, да, очень. Трудовой вопрос для нее, он ее просто, ну, подкосил, потому что это психологически было для нее очень тяжело. А после этого, как вот была направлена претензия, она, ну, был день, не скажу, какой день, не помню, но был день, когда она мне звонила три раза. Она звонила с работы, что она там где-то по углам прячется, и то, что ее там, вот, психологически на нее там давят. Она плакала, она боялась. Ну, тут как бы я ее просто психологически, как человек, просто поддерживала. Я ее успокаивала. Я говорю, ну, вы успокойтесь, вы не бойтесь. Тут как бы, ну, если такие отношения идут на работе, может, вам лучше уволиться, чем вот терпеть это все. Она сказала, так как она на, там у них какая-то спецификация идет определенная, и ей остается там был полгода для того, чтобы, ну, маленький срок для того, чтобы выйти на пенсию, и поэтому она хочет отработать именно там. Работа ей нравится, она ее любит, но вся проблема вот в конкретном человеке была. Проблема была в конкретном человеке? Она вот, когда вам звонила, она говорила, почему вот сейчас такое, ну, вот изменилось ее состояние после того, как она пришла к вам написать это обращение, и вот когда она вам звонила, какие-то проблемы после написания этой претензии, получается, возникли? Да. Проблемы начались после того, как главный врач получил данную претензию. Она буквально через несколько дней позвонила и сказала, что претензия направлена, каждого по очереди вызывают к главврачу или там ночмеду, и у каждого узнают, он написал эту претензию или нет. Но потом, через несколько дней, ну, буквально, может, дня через два, через три, она опять мне звонит и говорит, что кто-то сказал, что эту претензию написала она. Кто-то из коллектива сказал, что эту претензию написала она. И там началось уже, да, давление очень сильное. Она из дома звонила, она с работы звонила, у нее там такое эмоциональное напряжение было. А написала, какое давление началось или со стороны кого? Ну, тот факт, что в реанимации работают, да, врачи, те же врачи, которые работают с ней, она как медсестра, то есть на нее ей говорили не очень приятные вещи, что она, типа, как предательница, что ли. Вот такие слова, которые очень сильно на нее по факту сказывались психологически. Коллектив от нее сначала, изначально, перед тем, как обратиться к нам с претензией, да, ну, с жаловой, она не хотела, ну, чтобы там что-то было такое, вот, какие-то выяснения отношений. Нет, она хотела юридически урегулировать этот вопрос, чтобы главврач, либо зав. отделением спокойно разобрались с этой ситуацией, да, но, видать, этого не получилось. И коллектив изначально был за нее, а потом, когда всех вызывали, опрашивали там, после этого вот началось отношение, уже коллектив есть против нее. Она мне звонила и говорила, коллектив стал против нее. Каждый, тот, кто был ранее за нее, стали против нее. И для нее это было очень больно. А по поводу действия Матвичок что-то вам говорила, непосредственно старшей медсестры, как-то от нее давление какое-то было? Ой, я врать не буду, потому что это было как бы давно, уже больше года прошло, поэтому точно, точно я вам не скажу, но могу сказать, что она плакала, она жаловалась на нее, потому что та ей угрожала, что она ее уволит, уволит по статье, что она никуда не сможет больше устроиться на работу, а у нее там стаж, и она хочет выйти на пенсию по этому стажу, и это очень больно для нее было. Плюс коллектив весь против нее обернулся, и каждый ее там клевал, но тяжело ей было, да. Что-то она поясняла вам по поводу угроз укрепления уголовной ответственности, или еще что-то? Да, она говорила такие слова, она озвучивала, она звонила на работу, с работы в тихожку, там где-то пряталась, и звонила, и говорит, что вот да. Она сказала, что она привлечет меня к уголовной ответственности, я ее успокаивала, я говорю, вы ничего не сделали для того, чтобы вас привлечь к уголовной ответственности. Не бойтесь, тут, ну, ничего страшного нет. Уголовная ответственность за то, что кто-то узнал, что это она написала претензию. Вот только по этому вопросу. А по поводу старшей медсестры, там вопросы были к тому, что график работы. Та знала, что у нее ребенок, однако она заставляла ее приезжать раньше на работу. У нее не было возможности, так как ребенок все это знал и все это обговаривалось заранее. И в графике у нее, а еще по графику, то есть там были изменения в графике, которые были для нее очень тяжелые. То есть у нее супруг работает, она работает, и надо, чтобы ребенок кто-то был, либо отводил в садик, либо приводил. А с графиком работы не получалось у нее, и она очень переживала за это. И разговаривая с Мейтвичу, то есть они не приходили к единому согласию, не получалось у них ничего там. Ну вот так. По поводу, вернусь к уголовной ответственности, она угорела, кто ей высказывал такие угрозы? Старшая медсестра. Она говорила, что непосредственно она? Да. А по угрозам увольнения? Тоже. Так же, что она рассказывала эти угрозы? Еще подскажите, по поводу, вернемся, наверное, к претензии. Там были вопросы, вот вы сказали, по графику, по то, что раньше необходимо приявляться на работу, про какое-то некорректное поведение старшей медсестры. Были такие и ставились вопросы? Там, смотрите, так как претензия шла от коллектива, да, мы не писали про нее, да, то есть вот такая-то, такая-то у вас работает, такого не было. Претензия была обобщенная, не было указано про нее вообще ничего абсолютно. То, что коллектив недоволен работой такого-то сотрудника, просим принять соответствующие меры, разобраться. Вот такое было описано. Лично про нее претензии ничего не было указано. Скажите, по поводу, вернусь к угрозам. Вы говорили, что руководство тоже вызывало коллектив, ее вызывало, она говорила что-нибудь про то, что руководство, как ты с ней говорила, тоже угрозу высказывала? Она говорила, что, да, руководство, получив данный документ, вызывало каждого сотрудника и спрашивало, кто написал данную претензию. А ее вызывали? Ее тоже вызывали, но у нее тоже спрашивали, кто написал претензию. Она сказала, что я не писала, а потом как-то вот выяснилось, что это она написала претензию. Ну, это вот то, что она мне говорила и рассказывала по телефону. Скажите, когда она писала данную претензию, когда обратилась к вам, она пояснила, что вот ее коллектив также поддерживает, а дома, может, про супруга что-то говорила, как отреагировала семья на данную претензию? Смотрите, супруг знал все, он был в курсе всех событий, потому что, когда она звонила мне из дома и, ну, плакала в таком эмоциональном состоянии была и рассказывала про то, что там творится на работе, супруг был рядом, потому что мы как бы все втроем обсуждали эту тему. И когда я говорила, не плачьте, не переживайте, все будет хорошо, ну, если уже не в моготу, увольняйтесь. И супруг сидел рядом, он говорил, ну, я вот ей тоже самое говорю, да, что ты не переживай, не нравится, увольняйся. То есть все это происходило при супруге, и он как бы ситуацию все знает. Да, она обговаривала с ним перед тем, как к нам прийти, о том, что она будет обращаться к нам с претензией, ну, по претензии. То есть это был в курсе всего. Скажите, вы говорите, что Ташмабовитова сама отправляла данную претензию, а вы какой-то, как ей что-то такое давали, или просто документ, текст претензии, как вот у вас это происходит? Смотрите, как я уже говорила выше, да, претензия была подготовлена компанией от ее имени. Мы с ней данную претензию корректировали и отправляли ее, то есть вносили изменения в текст от корректива. Эту измененную претензию, да, мы вкладывали в конверт, подписывали и с описью отдавали ей, чтобы она его отправила по почте России. Также один экземпляр данной претензии был у нее на руках, то есть мы ей выдали на руки. Вы себе копию оставляли как-то? Нет, данные документы оставались в компьютерах, то есть в компьютерах компании. Ну, получается, конверт был адресат организации, которая составила? Да, да, травматологическая. Нет. А, нет, 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 вру. Да, от компании ОГАРАНТ, а получатель был травматология, да. Скажите, текст претензии полностью вы составляли или какие-то документы, какие-то, может, формулировки Эжан тоже готовила? Нет, она к этому не имеет никакого отношения. Документы готовила сама компания. Нет, я не думала, может быть, она вам как-то приносила в письменные какие-то формулировки? Нет. Не было такого? Нет, нет. Как вы считаете, вот эти угрозы по привлечению к холодной ответственности и увольнению сильно тревожили Эжан? Очень. Очень сильно. Настолько эмоционально для нее было это тяжело. Может быть, она чего-то там еще не договаривала. Мы для нее чужие люди, да. И, может, все ситуации мы не знали, но то, что как она про это рассказывала и как разговаривала по телефону, это было очень, очень тяжело ее слушать. Это было болезненно. Там эмоции просто зашкаливали. Для нее это было очень тяжело. Часто она вам звонила? Да. Как часто? Каждый день? Она могла в день раза три-четыре позвонить. Можете приснили? А так каждый день звонила? Нет. Когда могла, допустим, три-четыре раза позвонить в день, раза четыре, могла не звонить, потом могла вечером позвонить. Но звонила она всегда на рабочий номер телефона. А у вас записи ведутся в телефонных приговорах? Нет. Ну, у нас даже нет этих телефонов в компании. Ну, закрылся. Нет, поэтому, да. Ясно, пока нет вопросов, Ваша честь. Хотят вы решили? Нет вопросов. Представитель? Да. У меня, ну, один вопрос пока. Анастасия Ивановна, адвокат Крутова Евгения Викторовна, я представитель потерпевшего. Скажите, пожалуйста, а вот помните ли вы какими статьями пугали Айжану на работе? Статьями, статьями, я не помню, честно. Но про статьи вообще, по-моему, речи не велось. Она единственное, что говорила, что ее привлекут к уголовной ответственности. Только за что не говорили. То есть ее пугали, что привлекут к уголовной ответственности, что она никуда не сможет больше устроиться на работу. Но это для нее было очень тяжело. Она мягкая такая, как человек очень хороший, приятный, располагает к себе. И для нее это было очень тяжело. То есть люди же разные. Государственный обвинитель спросил у вас, может быть, она что-то письменно приносила. Не было там тезисов? Ну, то есть на основании чего вы-то претензию составляли? Смотрите, изначально все клиенты, по вопросу, с которым они обращаются в юридическую компанию, они заполняют и пишут информацию. У нас есть информационная записка. Я ее предоставляла в Следственный комитет. То есть оригинал документа, это должен быть в деле. То есть она своей рукой писала эту информацию. И на основании данной информации писательная часть документа даст ее слов. Все. Не то, пожалуйста, больше. Подсоединяемая, пожалуйста. Нет, спасибо. Защитник. Спасибо большое. Здесь вопрос. Если вам скажите, а если вы помните, в данной информационной записке было написано от числа коллектива, от лица коллектива или от ее личного? Нет, от ее. От ее лица, потому что данный документ был подготовлен от ее имени. Я уточню вопрос. В данной информационной записке Анташ Магамбетова описала ситуацию, которая происходит на работе. С ней, да. Конкретно с ней. Да. И она от первого лица излагалась там информацией? Ну, если я помню, то, скорее всего, да. Точно утверждать не могу, потому что это было уже как бы, но, скорее всего, да. Уточните еще раз для суда, пожалуйста. Когда он звонил Анташ Магамбетова и говорил о том, что ей поступает угроза при влечении ее в уголовную ответственность, она конкретно называла человека, который рассказывает в ее адрес не данную угрозу? Да. Называла? Да. Кто это был? Ну, в основном решила у нас о старшей медсестре. Больше ни о ком. В какой форме это было? Она поясняла вам что-то конкретно про это? Конкретно я вам не скажу и полную информацию не скажу, потому что это было достаточно времени уже. Поясняла ли вам Таш Магамбетова, каким образом в коллективе коллектив узнал, что жалоба инициаторам залога была именно? Да. Она рассказала кому-то близкому, да, ну, с кем там очень хорошо и тесно общается, кому-то из сотрудников. И да, всем рассказала. Вот так вот. Но она не назвала ни фамилию того сотрудника, просто сказала, что да, есть девушка, с которой я рассказала, с которой как бы, ну, и коллектив знал о том, что она хочет идти писать, потому что перед тем, как к нам идти, она со всеми разговаривала. И они были, да, и они сказали, да, иди, пиши претензию. И поэтому она к нам пришла. Если бы кто-то сказал, не ходи, она бы не пришла однозначно. То есть она заручилась их поддержкой, пришла, а когда направили претензию, получилось совсем по-другому. И ее это очень шокировало. Люди изменились резко. Может, чего-то испугались. Вопросов только нет, пожалуйста. Пожалуйста, выслеживание обвиняйте. Можете снять вопрос? Какие решения? Нет вопрос. Представите? Нет вопрос. Подснимаем? Нет. Вопросы нет, в связи с противоречиями казанского свидетеля. Прошу огласить в части того, что свидетель поясняет в судебном свидании, что конкретно Дашим Гамбетова называла, кто его дожал, на стадии договорительного следствия, немного иную информацию свидетель давал. В главной части прошу огласить указан свидетеля, который находится в протоколе допроса в том, в том, в том, в том, лист, дело 125. Итак, пожалуйста, подсудимая, ваше мнение. Спасибо. Пожалуйста, достаточные мнения. Можете выяснить, это документ за цену, где я прозву речи? Так же дополню еще, перед тем, как раз вот, да, огласить информационную ситуацию, в данной ситуации, которую Дашим Гамбетова совершенно ручно излагал в связи с уточнением от своего лица, от первого лица Дашим Гамбетова излагал данную информацию, либо от детства коллектива. Это здесь, где было 131, также 131. Сейчас скажу. Это показания к нему идут? Нет, это привлечения к протоколу допроса. Записку по именно обращению, не по ДТП. Протокол допроса, третья страница протокола именно в ЗАГС, вот так, подальше. Ну, то, что претензии получило руководство больницы, провалится проверка, этот об ЗАГС. А, предложение следующее, там, после этого она звонила еще несколько раз, вот до этого. А в Италии, там есть, может, если предоставить, когда-то, если защита, поэтому, может, предоставить второй тонн для оглашения, не стороной выполнения, а страной защиты. Я услышал. Все, вы слышали? Да. Вы слышали? Ну, не возражаю, в вашей части. Против того, что оглашено? И оглашено, и по пункту оглашения, приложение оглашено. Мы возражаем. Не возражаем. Мы возражаем. Возражаем. Представитель? Я считаю, что нет существенных противоречий, поэтому возражаем. Благодарю. Итак, выслушав мнение стороны защиты, учитывая, вернее, выслушав мнение выходательства, также учитывая мнение сторонного, в частности, государственного обвинения подсудимого протекающего преступления, протекающего полгода неопределения государства ДУТ-3. В Траке Глесе 81-го ПКРА попросил показания в связи с с тем, что защита вам показана наличие противоречий, дабы устранить от судебного заседания, суд удовлетворяет данное обвинение. Итак, пожалуйста. Итак, давайте. Давайте. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok